МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остров Свиярск стал святым местом еще задолго до того, как в 1551 году сюда пришли русские и основали город. По преданию, на Круглой горе, как назывался тогда остров, неоднократно являлся преподобный Сергий Радонежский. Жители окрестных лесов, язычники-морийцы не раз слышали на этом месте необыкновенное пение, звон колоколов и видели сияющего старца, обходившего гору с кадилом в руках, а по другим рассказам окроплявшего местность святой водой. Стрелы, пущенные в старца, возвращались обратно. Позже, когда пришли русские войска, местные старейшины без труда опознали старца по иконе преподобного Сергия, взятой в поход из строицы Сергий Велабры. Среди населения Свиярск всегда воспринимался как город двух великих святых – преподобного Сергия и святителя Германа. Остров Сергия и Германа. Неофициально называют его иногда даже сейчас по аналогии с Валаамом, только имея в виду других святых, не тех, что на Валааме. Чудотворная местно чтимая икона преподобного Сергия наряду с мощами святителя Германа издревле привлекала паломников из ближайших уездов. Необычно и очень символично стало совпадение, что память обоих великих святых празднуется в один день – 8 октября по новому стилю. От мощей святителя Германа происходили многочисленные исцеления. Среди исцелившихся в XVII веке был и сам казанский митрополит Лаврентий. Позже он составил службу святителю, в которой есть примечательные слова. «Мы бы и сами чудодействующие от тебя ведехом и от болезни в часе времени переменихомся», то есть за час выздоровел. Большой поток паломников вхлынул в монастырь. Все, кто путешествовал по Волге, не могли не заехать сюда. В числе богомольцев была Екатерина II во время своего плавания на галерии Тверь в 1767 году. Проплыть мимо Свиярска и не поклониться мощам святителя Германа было немыслимо для православного человека. Свиярск был великим центром не только мужского, но и женского монашества. Иоанно-Притеченский женский монастырь был вторым по величине женским монастырем Казанской епархии на рубеже XIX-XX веков. Но пожар 1795 года погубил монастырь. Иоанно-Притеченская обитель выгорела полностью. Буквально в сотне метров от обители находился древнейший в Свиярске Троице-Сергиев Мужской монастырь, приписанный к Троице-Сергиевой Лавре. Как известно, все приписные монастыри упразднялись по реформе 1764 года. И вот мужскому монастырю на 30 лет суждено было стать простой приходской церковью, пока сгоревший Иоанно-Притеченский женский монастырь не перенесли на место упраздненного Троицкого. Так два монастыря слились, и все добротные древние здания бывшей мужской обители положили начало великолепному ансамблю, перенесенной женской. Ансамбль Иоанно-Притеченского монастыря уникален своей сохранностью. Три храма разных эпох составляет его гордость, да и всего Свиярска и всей земли Казанской. Троицкая деревянная церковь дошла до нас с 1551 года. Это единственный уцелевший памятник деревянного града времен Ивана Грозного и одна из самых древних деревянных церквей России. Подумать только! Именно эти бревна срублены под угличем зимой 1551 года. Именно их везли на кораблях по Волге. Как же храму удалось уцелеть? Бог помог. Да искусство строителей в те времена не пользовались пилой. Знали, что она треплет дерево, и туда проникает вредитель. Для всех операций использовали только топор. К тому же церковь сделана без единого гвоздя. И это не от бедности. Просто строители хорошо знали, что железо в дереве коррозирует и портит материал. Второй храм, также дошедший от эпохи Троицы Сергиева монастыря, посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Когда-то все главные святыни обители находились именно в Сергиевской церкви. Сюда стекались по праздникам богомольцы к храмовой чудотворной иконе преподобного Сергия, привезенные в свое время из Лавры как благословение богоспасаемому граду Свиярску и всей новоприсоединенной земле Казанской. Это была одна из двух великих святынь Свиярска наравне с мощами святителя Герман. Сейчас образ хранится в церкви ярославских чудотворцев в Казани. В Сергиевском же храме пребывал и вершковый образ святителя Николая, вырезанный из черного камня. Его нашла в начале XIX века монастырская корова. Принесла его откуда-то с окрестных лугов вместе с комком грязи на копыте. Образ по исследованиям историков в той эпохе оказался гораздо древнее, чем сам град Свиярск. Его отнесли предположительно к XII веку, ко времени до монгольского нашествия. Во имя чудотворной иконы Божией Матери и всех скорбящих радости был сооружен третий храм монастыря – огромный собор новой эпохи – 1898-1906 годов. Это самое масштабное сооружение Свиярска. Это настоящее пасхальное яйцо, подобное тем, что выпускала тогда фирма Фаберже, но только увеличенное архитектором Малиновским до размеров самых значительных его храмов. Ярко-красный цвет кирпичных стен и мягкие округлости византийских куполов усиливают сходство. Что-то пасхальное и одновременное жертвенное, скорбященное чувствуется в облике этой церкви, последнего Свиярского храма, построенного перед Кровавой революцией, подобно тому, как Сергиевский храм был построен перед самым смутным временем. В храме обилие воздуха и света из многочисленных окон на разных уровнях. Вспоминаются строки Шмелева про Пасху в московском Кремле. Никого в алтаре? Тихо. Голубеет отладано, как небо, и чувствуется Господь. В послевоенные годы Свиярск долго стоял разрушенным и забытым. Тем, кто проплывал мимо, казалось, что здесь прошла чума. Купола церквей сквозили прорехами, полуразрушенные колокольни. Город словно вымер. Но Бог не попускает искушений сверх меры. По молитвам святых и мучеников монастырь восродился, а вместе с ним ожил и весь город. Стены с частыми зубцами И за белыми стенами Блещут маковки церквей И святых монастырей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok